Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Что если я скажу тебе, что Солана, проект, который некогда стоил 80 миллиардов долларов, теперь падает чуть ли не до нуля? Это видео будет состоять из трех частей. В первой мы рассмотрим весь негатив, во второй весь позитив, а третья часть это будет окончательный вывод. Но прежде чем мы пойдем дальше, давай я сразу же спрошу у тебя, твое отношение к Солане. Давай сделаем так, если ты веришь в Солану, веришь, что в новом Булране она будет одной из лучших монет, прямо сейчас потрать 10 секунд на это. Если же для тебя Солана уже погибла, напиши об этом в комментариях. Солана стала одной из лучших криптовалют прошлого Булрана. Она взлетела с чуть менее чем доллара до 260 долларов за монету. На пике, но после этого она упала даже ниже 10 долларов на дне. Это падение на более чем 96%, по этому показателю Солана стала одной из худших монет на этом медвежьем рынке. Как ты видишь, она практически обнулила весь свой рост за последние два года. Общая стоимость залоченной в экосистеме Соланы упала с 10 миллиардов долларов до 230 миллионов долларов сейчас. Это падение приблизительно на 97%, и на графике это выглядит как что-то укатанное в пол. Неудивительно, что видя такую картину, люди задаются вопросом, неужели Солана мертва, неужели это конец Соланы? Что ж, начнем с того, что люди распускают такие слухи уже не первый год. Паникующих вокруг Соланы людей в Твиттере всегда хватало. Причем Солану хоронили буквально после каждого случая, когда сеть Соланы останавливала свою работу. А такие случаи были недостаточно часто. Так что в этом я ничего нового не вижу. Однако последние события раскрыли роль Сэма Бэнкмана Фрида из FTX, а также Алла Меды Ресерч. В том самом могучем росте Соланы в 260 раз. С одного доллара до 260. Ты наверняка уже устал от всех этих историй с FTX и SBF, но есть множество обвинений, что SBF и Алла Меда Ресерч стали причиной и массивного взлета Соланы, и такого же ее краха. Да, медвежий рынок обрушил многие монеты, но именно эта рыночная манипуляция повредила Солане больше всего. FTX и Алла Меда были главными держателями Соланы. После каждого привлечения средства они инвестировали огромное количество денег в Солану. Это почти 60 миллионов монет, или же 15% от всего предложения Соланы. Но кроме Соланы, они также поддерживали и экосистему Соланы. Множество проектов. Это, например, Serum, Oxygen, Maps и множество других. И знаешь, что самое плохое? У Алла Меда Ресерч зачастую было больше токенов этих проектов, чем их вообще было в доступном предложении. Ты спросишь, как такое возможно вообще? Это возможно, потому что большинство этих токенов все еще залочены и еще не выпущены в обращении. Поэтому, имея миллиарды долларов в этих токенах, Алла Меда Ресерч на самом деле владела ими только лишь на бумаге. В реальности она была невероятно неликвидной. Собственно, подозрения о ее неликвидности и привели к так называемой банковской панике вокруг FTX. И теперь есть некоторые косвенные факты, указывающие на то, что Алла Меда сама по себе манипулировала всеми этими токенами, которыми владела. В том числе и Соланой, и токенами проектов ее экосистемы. И теперь у меня вопрос. Кто в здравом уме сейчас будет связываться с этими токенами? И самое интересное. Теперь, когда экосистема Соланы кажется отравленной после Алла Меда Ресерч, откуда возьмется спрос на токены проектов экосистемы Солана? Я не буду растягивать это видео, рассматривая каждый проект. Ведь их, как ты видишь, очень много. Но сфокусируясь на некоторых из них. Например, на самом главном. Серум. Просто этот проект является одним из самых важных в экосистеме Солана. Это самый главный DEX на Солане. И именно он служит как центр почти для любого проекта на Солане. Почти все проекты на Солане используют его как провайдера внутренней ликвидности, что очень важно. Это, например, игры, такие как Star Atlas. Или, например, агрегаторы, такие как Юпитер. Или, например, кредитные платформы, такие как Солэнд. Все эти Солана проекты черпают ликвидность в Серум. Но посмотри на общую залоченную стоимость Серума. Она рухнула с почти 2 миллиардов долларов до 400 тысяч долларов. На графике это выглядит как самая настоящая смерть. На графике этой залоченной стоимости практически не видно. То, что случилось с Серумом, это просто капля в море по сравнению с тем, что происходит с Соланой. Ты скажешь, FTX и Alameda это просто венчурные капиталисты, которые массивно и массово инвестировали в Солану. Но теперь, когда они ушли, Солане будет только лучше. Но, к сожалению, это не совсем так. Не только Серум пострадал от коллапса FTX. Перед коллапсом FTX залоченная стоимость Соланы была около 1 миллиарда долларов в ноябре. Но теперь всего 200 миллионов. Другие блокчейны, конечно, тоже пострадали. Эфириум, Binance Coin, Polygon Matic. Но ни один из них не пережил такое же падение, как Солана. И речь не только о залоченной стоимости экосистемы Солана. Речь также и о ее цене. Посмотри на график цены монеты Сол. Минус 96% в этом медвежьем рынке. Конечно, такое падение приводит к появлению множества проблем во всей экосистеме. Например, платформа Солэнд, работающая на Солане, не смогла справиться с большой ликвидацией. И теперь она погрязла в миллионных долгах. Люди, которые просто холдят Солану, каждый день страдают. И я сейчас не о падении курса. Нет. Все гораздо-гораздо интереснее. Я о том, что сеть Соланы каждый день создает новое предложение токенов Сол в 50 раз больше, чем зарабатывает на комиссионных в сети. Сегодня сеть Соланы находится на втором месте среди всех блокчейнов по ежедневному выпуску предложения. Но только на 12 месте по ежедневно генерируемой комиссии за транзакции в сети. Так что токеномика сейчас тоже работает против Соланы. Но есть еще кое-что в этом списке вещей, что работает против Соланы. И это экосистема NFT. Самые главные NFT-проекты Соланы – это D-Gods и Juts. Оба заявили, что покидают Солану и переезжают на Эфириум и Полигон. Но почему они покидают Солану? Видимо, они больше не видят для себя перспективы в экосистеме Соланы. Некоторые люди называют их мошенниками за то, что они бросили Солану в беде. Но знаешь, что меня немного пугает? Эти два проекта на Солане составляют значительную часть всех объемов NFT. Как мы видим вот здесь, это около 70% недельного объема NFT на Солане. То, что они уходят из Соланы, будет иметь большие последствия для будущего Соланы. Представь, что ты создатель NFT и ты ищешь блокчейн, на котором выпустить свою коллекцию. Выпустишь ли ты свои NFT на блокчейне, из которого уходят даже главные проекты? Навряд ли. Ладно, все, что мы только что обсудили, это негативная сторона вопроса. Но давай взглянем на ситуацию под другим углом. Итак, бычьи сигналы для Соланы. Сообщество Соланы оказалось удивительно сильным и устойчивым, даже несмотря на то, что произошло и происходит. Некоторые разработчики уже сделали форк главного проекта Соланы – Серума. После коллапса FTX и сообщество быстро перетекает в эту новую версию. На самом деле, активность разработчиков является одним из лучших инструментов, чтобы осознать, насколько хороши или плохи дела у того или иного блокчейна. Как мы видим у Соланы, мы не наблюдаем панического исхода разработчиков. Больше половины разработчиков заявили, что не уйдут вообще. Даже несмотря на все, что произошло, активность разработчиков у Соланы, как мы видим вот в этой таблице, на фоне остальных блокчейнов остается совсем неплохой. И по количеству активности на GitHub в этом месяце, Солана занимает 9 место. Входит в топ-10 блокчейнов. Второе. Многие люди беспокоятся, что денег у команды Соланы не хватит, чтобы пережить всю эту напасть и поддерживать свое существование достаточно долго. Но Анатолий Яковенко, основатель Соланы, у себя в Твиттере написал следующее. При текущих темпах расходов денег хватит на 30 месяцев. Мы извлекли некоторые выводы из 2018 года. Также и другие большие команды в экосистеме Соланы заявили, что у них нет и не было никаких финансовых отношений с FTX. Это, конечно, успокаивает, но вопрос текущего финансирования Соланы и текущих расходов Соланы все равно остается открытым. Третье. Солану все еще ожидает множество инноваций и проектов. Например, смартфон Solana Saga, который будет работать в App 3.0. Также Jump Crypto, первая компания, которая не является частью команды Солана, создает новый валидатор для сети Солана. При этом Солана сама по себе собирается запустить новый механизм платы за газ, который позволит еще больше масштабировать сеть. Короче говоря, разработчики все еще работают, сеть все еще развивается и все еще есть перспективы. Но что еще лучше, эти разработчики не зависят от FTX и Alameda для того, чтобы получать финансирование. Кроме этого, в сети Солана все еще остаются венчурные капиталисты, которые ее поддерживают. Но все это нужно воспринимать немного скептически, ведь эти ребята, венчурные капиталисты, все-таки держат огромное количество монет Сол. Что они еще должны говорить? Что Солана никогда больше не восстановится? Ну, конечно же, нет. По факту, некоторые венчурные капиталисты тоже сильно пострадали от Соланы. Например, Multicoin Capital. Их портфель упал на колоссальные 90%, и этот фонд являлся крупнейшим держателем Соланы. И, наконец, последний бычий сигнал для Соланы. Он немного противоречивый. Это непопулярное мнение, что коллапс FTX на самом деле был хорошим событием для криптоиндустрии. Даже Виталик Бутерин, создатель Эфириума, сказал, «Хорошо, когда ужасные оппортунистические деньги вымываются из рынка». Что ж, весьма позитивный взгляд на вещи он демонстрирует. В любом случае, одно из самых удивительных замечаний, которые я сделал, когда готовил этот видеоролик, это схожесть судеб Иоса и Соланы. Если ты был в рынке с 2017 по 2019 годы, ты наверняка помнишь, что Иос рассматривали как убийцу Эфириума. Иос был быстрым, масштабируемым, и, что самое интересное, работал на Proof of Stake, к которому Эфир так стремился. Но чтобы достичь этого, им понадобились дорогие валидаторы и огромная инфраструктура. Но теперь это зомби-чейн. Его монета упала на 96%. Скажи мне, когда я это всё проговаривал, не напоминало ли тебе это Солану? Мне лично очень. Но если оптимистам Соланы указать на эти схожести, они просто закроют уши. Они скажут, «Нет, Солана на самом деле сегодня как Эфириум в 2018 году». Как ты помнишь, Эфириум в 2018 году обвалился до 80 долларов. И это была самая низкая цена за эту монету во время прошлого медвежьего рынка. Как же давно это было, ведь я совсем недавно делал на него обзоры. И этот пик в 2017 году казался огромным, но на фоне этого пика в 2021 году уже не таким большим. Но на фоне пика в 2021 он кажется совсем маленьким. Хотя ещё тогда, в 2018, я говорил, что на фоне следующего пика предыдущий будет казаться маленьким. Но это я отвлёкся. Эфириум рухнул до 80 долларов, и люди потеряли всю веру и кричали, что он упадёт до нуля. Но лично мне сравнение Соланы с Эфиром кажется неуместным, так как разница между ними огромная. Тогда, в 2018, когда Эфир рухнул до 80 долларов, мы видели большое развитие Эфириума, его принятие и его прогресс. Кроме этого, он не был сманипулирован такими большими игроками, как FTX и Alameda. Также фундаментально Эфириуми Соланы совершенно разные. Большая реклама для Соланы – это её скорость, её комиссии. Но что случится, когда все эти проекты второго уровня будут реализованы на блокчейне Эфириума? Да они же фактически убьют самые главные фишки Соланы. И самое важное, что случится, когда самый главный виновник роста Соланы обанкротился и будет сидеть в тюрьме. Эта история с FTX прямо раскрыла мои глаза, и я смотрю на Соланы уже не так, как прежде. Сегодня мне кажется, что путь Соланы – это путь Иоса, но никак не путь Эфириума. Но это только лишь моё мнение. А что думаешь ты? Напиши в комментариях. Ну а меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Также подпишись на канал, здесь мы каждый день говорим о самых важных событиях из мира – криптовалюты и экономики. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok